Сегодня в гостях у Комсомольской правды исполняющий обязанности директора департамента агропромышленного развития Дегим Александр Валентинович. Александр Валентинович, давайте мы начнем наш разговор с общей ситуацией, которая на сегодняшний день сложилась в агропромышленном комплексе. Если можно по отрасли. Что у нас происходит? Как мы собрали урожай? Ну, основная работа, будем говорить так, в сельском хозяйстве, это уборка зерновых и посев под урожай 2014 года. Практически на сегодняшнюю дату мы выполнили и ту, и другую работу. На сегодняшний день убрано на площади 770 тысяч гектар земли. Это у нас зерновых, включая кукурузу, получили 2 миллиона 250 тысяч тонн зерновых. Это в первоначальном вале рассчитываем вал зерновых после доработки получить где-то порядка 2 миллиона 100, 2 миллиона 150 тысяч тонн. Это, по-моему, это один из неплохих урожаев. Он чуть меньше, чем урожай 2011 года. Но, тем не менее, он очень показательный и в качественном, и в количественном выражении. У нас где-то порядка 60% зерна озимой пшеницы в этом году получено продовольственного. Это 2-го и 3-го класса. То, что касается животноводства, ситуация немножко, она похуже, конечно. Есть еще время для работы. У нас по области произошло сокращение поголовья крупного роватого скота. И в том числе и дойного стал. Благодаря совместной работе с крупными сельхозпредприятиями и благодаря программе, которая работала в прошлом году и работает в этом году, мы на конец года планируем все-таки стабилизировать ситуацию по поголовью. Поэтому я так думаю, что об этом будем говорить уже ближе к завершению текущего года. А чем можно объяснить сокращение поголовья крупного роватого скота? Ну, сокращение повлияло, ну, в первую очередь, это прошлый засушливый год, который не позволил в полном объеме заготовить корма, как фуражного зерна, так и сочных и грубых кормов. И закупать в других регионах, это довольно-таки дорого, и транспортировка занимает довольно-таки существенную стоимость кормовой группы. Поэтому произошло сокращение, и еще не было важный вопрос в том, что по Донецкой области шахта-засядька в результате реорганизации приняла решение, часть поголовья крупного роватого скота сократить. А это где-то по дойному стаду, это где-то порядка 1800 горлов. Ну, за счет этого мы как бы сократили поголовье. Ну, на сегодняшний день работает программа, которая включает в себя дотации по содержанию молодняка крупного ровата, скота, дотации на приобретение метилей и дальнейшее воспроизводство поголовья. Поэтому я так думаю, что в течение этого оставшегося года и тенденция идет на увеличение на 2014 год, ситуация стабилизируется, по крайней мере, хотя бы на уровне конца 2012 года. А нельзя было как-то вот этот крупный роватый скулт у агрофирмы шахта-засядька выкупить и передать этим фермерам, чтобы... Не, ну, частично это само он был выкупленный. Просто инвесторы, которые заходили в это предприятие, посчитали, что на данное время для того, чтобы содержать поголовье крупного роватого скота, надо заранее заготавливать кормовую базу. Соответственно, шахта-засядька не планировала дальнейшее содержание, естественно, не готовила кормовую группу. Поэтому было оставлено только то поголовье, на которое была готовлена кормовая база. Поэтому я так думаю, что после реорганизации ситуация изменится лучше. То есть это предприятие не закрыто, туда зашли инвесторы, оно будет реорганизовано. А какой направленности оно будет? Это будет зерновая группа и молочное скотоводство. Вы сказали, что 770 тысяч гипнозерновых и так далее. Вот по сравнению с прошлым годом мы остались на том же уровне или чего-то потеряли? И опять же, вот вы говорите, засушливали это в прошлом году. Мне кажется, в этом году еще больше их засуха была, чем в прошлом. И началась-то она еще с апреля месяца. Нет, ситуация, будем говорить так, гораздо лучше, чем в прошлом году. Если на этот вал зерна в прошлом году был 1 650 000, то на сегодняшний день 2 250 000. Поэтому здесь существенное прибавление по сравнению с прошлым годом. И мы практически на 115% заготовили кормовую группу на этот и на следующий год. А что касается птицеводства? Птицеводство, по сравнению, если брать в сравнении с другими областями Украины, несмотря на то, что у нас произошел небольшой спад, это было связано с ценовой ситуацией на начало года. И в Донецкую область вошел новый инвестор Украинтфармер, который в свое время был приобретен в Артемовском районе. Была приобретена агрофирма «Авангард» в Артемовском районе. Там насчитывалось где-то порядка миллиона голов птиц, курений, суши. И они тоже приняли решение о реорганизации. Сейчас проводится реконструкция данного предприятия. И с января 2014 года закупается «Молодняк». И мы, в принципе, выходим на уровень 2012 года. Вы сказали, что ситуация в целом несколько лучше, даже, чем в прошлом году. И тем не менее, цены на продукты растут. И картофель, и крупы, и яйца чуть ли не в два раза. Чем можно объяснить такое повышение цен? Будут ли расти цены дальше? Если да, на какие продукты? И прогнозы в этом направлении. Мы мониторим ситуацию. Дело в том, что по картофелю сложилась неблагоприятная ситуация на конец текущего года. Это где-то сентябрь, конец сентября до середины октября месяца, когда было обильное выпадение осадков. Не позволило традиционным областям, в которых выращивается картофель, оперативно выполнить эту работу. И на сегодняшний день тот ажиотаж, который был на конец сентября, начало октября месяца, он как бы остался на сегодняшний день. Хотя бы в том плане, что когда был закуплен картофель по высоким ценам, на сегодняшний день продавцы пытаются, чтобы не сработать себе убыток, пока есть поводные условия, они сдерживают цену на эту продукцию. То, что касается ситуации по другим продуктам, мы мониторим ситуацию по хлебу и по хлебобулочным изделиям, ситуация остается на уровне 2012 года. По крупам, по гречневой крупе, по пшену, по овсяной крупе у нас даже есть тенденция к снижению на 11-12%. Есть стабилизация по мясу, свинины, говядины. Немножко, конечно, колебаются цены по молоку, но пытаемся сдержать цены. Тенденция на увеличение цены на все виды продуктов практически не наблюдается. А что касается яиц? Может быть, что-то сезонное, либо каким-то праздником будут какие-то колебания, но я не думаю, что они будут существенны. Что касается производства яиц, это все связано с реорганизацией производства, или что это такое? Ну, в принципе, одна из причин. Вы сказали, что цены на хлеб останутся прежними, то есть цены на хлеб повышаться не будут? Да, цены на хлеб повышаться не будут. В январе текущего года в Блоссадминистрация заключила мораторий на повышение цен на хлебо-хлебобулочные изделия с предприятиями, выпускающими хлебобулочные изделия. И в этом участвовал и аграрный фонд, который закупил достаточное количество продовольственного зерна, который в случае необходимости будет совершать инфляционное вливание зерна, чтобы стабилизировать цены в случае необходимости. То есть тенденции к повышению роста цен нет, но вы все предусмотрели. Если вдруг какая-то нештатная ситуация, то вы будете готовы на нее отреагировать. Вот затронули уже мы крупы, и скажите, в связи с этим такой вопрос, какие культуры у нас в области растут лучше, и опять же, та же гречка, мы выращиваем ее, или мы завозим ее больше? Да, частично мы выращиваем практически все культуры, но наша область – это зона рискованного земледелия, и основными культурами у нас все-таки являются пшеница, кукуруза, ячмень, азимый ячмень, но мы выращиваем также и сою, и рапс, и гречку, и троса. Поэтому, да, может быть, это не в полном объеме, и не всегда нам этого как бы для собственных нужд хватает, например, в речке нам и ржи хватает где-то процентов на 60-70, поэтому частично мы завозим ее с других областей, где все-таки эти культуры дают большую удачу по севообороту. Александр Дмитриевич, скажите, а вот какими сельхозпродуктами мы можем обеспечить себя сами без ввоза? Вот вы уже перечислили ряд продуктов. Вот, к примеру, тот же картофель, мы его завозим, мы его не выращиваем, да? Что еще? Мы, картофель, мы обеспечены на где-то порядка на 70% собственного производства. Основные продукты, которые мы обеспечиваем себя сами, это масло растительное. И даже частично мы экспортируем в другие области и даже за границей. Яйца мы практически обеспечиваем себя на 100%. По остальным культурам и продовольственным фурнажным зерном обеспечиваем себя на 100%. По картофелю, как я уже говорил, это где-то порядка 70-75%. По овощам на 60%. По молоку, к сожалению, всего лишь только на 50%. Ну, это то, что касается основных таких продуктов. Дело в том, что наша область по численности населения находится на первом месте в Украине. Соответственно, объем продуктов, который необходим для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашей области, соответственно, и достаточно высот. Поскольку сильно развита индустриально, как наша область является индустриально развитой областью, поэтому и обеспеченность, соответственно, требует высокого внимания. Но мы плодотворно работаем с другими областями и особых перебоев таких по области не ощущается. Александр Леонидович, на Ваш взгляд, какие отрасли сейчас нужно нам развивать больше, чтобы они более динамично функционировали? Ну, в принципе, динамично нужно развивать все отрасли, потому что сельское хозяйство не должно стоять на месте. И за последние годы мы видим о том, что все-таки все отрасли сельского хозяйства развиваются динамично. И растеневодство, и животноводство, просто инвестиции, которые на сегодняшний день вкладываются в сельское хозяйство, ну, будем говорить так, еще недостаточны в полном объеме. В каком плане? Мы видим, что инвесторы не всегда вкладывают в такие отрасли, как животноводство, поскольку сроки окупаемости и отдача реальны, не предусматриваются в ближайшие 2-3 года. Окупаемость таких предприятий довольно-таки длительная, это 5-7 лет. В более реальные отрасли это растеневодство, где можно вложить в этом году и получить уже, как бы, будем говорить, прибыль. Но свои калькивы вносят в другой раз по воде, и мы видели результаты прошлого года, когда мы недополучили урожай, но цены, соответственно, были достаточно высокие. Это цена на продовольственную пшеницу растевала и 2-300, и 2-400. В этом году ситуация в обратную сторону, поскольку урожай более высокий, соответственно, и цены стартовали от цены продовольственного зерна, где-то от 1500-1600 гривен за тонн. Ситуация немножко изменилась на эту дату. На сегодняшний день цена где-то порядка 1900, ну, будем говорить так, это более приемлемая. Поэтому, как бы, есть определенные риски по сравнению даже с другими областями, и даже в зоне нашего, нашей степной зоне, где есть и Кировоградская область, Днепропетровская, где ситуация в этом плане немножко лучше. Соответственно, если не хватает продовольственного зерна, фуражного зерна, либо, как уже я говорил, других видов кормов, и сочных, и грубых кормов, то это откладывает дополнительный отпечаток и на формирование животноводческой группы. Довольно-таки серьезно на сегодняшний день развивается у нас перерабатывающая отрасль в плане переработки масляничных культур, зерновой группы на комбикорм. Вот буквально на днях заработал один из крупнейших в Европе предприятий по переработке масляничных культур, то есть подсолнечника. Это предприятие «Сателлит», расположенное в Мариуполе. Оно входит в состав иностранного предприятия «Ноблгру», где были достаточно весомые денежные вливания, которое обеспечит это порядка 15 тысяч переработки в сутки. Поэтому будет хватать их продукции для реализации как в области, так и в соседних областях и частично за границей. Поэтому здесь... То есть вот это новое предприятие, оно будет производить подсолнечное масло? Подсолнечное масло решает. У нас же уже есть один завод по производству подсолнечного масла. А скажите, вот есть же какие-то, не знаю, как это правильно назвать, воды или нормы на посев тем же подсолнечным? Мы будем увеличивать посевные площади под подсолнечным? Нет. Значит, на сегодняшний день у нас где-то порядка... По этому году у нас посев подсолнечника составляет... Составил где-то 27% от общей пашни. Это 430 тысяч гектар. Планируется в этом году до 20-22%. Институты сегодня рекомендуют где-то 18-20%. Рассчитываем мы получить, обеспечить производство этих предприятий, крупнейших, будем говорить так, в области и на Украине, за счет эффективного использования, повышения производительности труда и внедрения новых технологий выращивания подсолнечника, соответственно, повышения урожайности и качества масленичных культур. Если в прошлом году это было 16 центнер, то мы в этом году уже получили 17,5 центнер с гектара. И общее количество подсолнечника у нас где-то порядка 770 тысяч тонн на сегодняшний день. Вот в предыдущем ответе Вы еще коснулись такого момента, что инвесторы не очень охотно вкладывают деньги в развитие животноводства. Может быть, в таком случае пойти по пути развития мелкого фермерского хозяйства, как-то селянам помогать, может быть, таким образом все-таки выровнять ситуацию? Это один из приоритетов на сегодняшний день. Мы этим вопросом занимаемся. И сейчас заработали... Ну, они, в принципе, и работали, и в прошлом году, и в этом году. Это дотации физическим лицам за содержание, как я уже говорил, и сохранность молодняка крупного рогатого скота. Вот если, допустим, тот же самый частник может получить дотацию за голову, если будет содержать ее от 6 до 9 месяцев, то 500 гривен за голову, если от 9 до 12 месяцев, то 750 гривен за голову, и от 12 до 15 месяцев, то 1000 гривен за голову. И работают также программы, это частичное возмещение стоимости для субъектов хозяйственной деятельности за купленную племенную голову. Тоже это частичное возмещение. Это не телей, коров. Здесь идет возмещение 50% стоимости, но не более 7 тысяч гривен. Отработает специальная бюджетная дотация за поголовье коров мясного направления. Это тоже, как бы, ну, оно немножко не развито в области, хотя есть предприятия, которые на сегодняшний день по области начинают заниматься. Ну, и есть компенсационные выплаты тоже частным лицам. Те, которые закупают доильные установки для доения, ну, это улучшает качество молока, и уже после охлаждения данное молоко нужно сдавать на перерабатывающие молокозаводы. У нас тоже достаточно очень развита эта сеть. Здесь и по области, и по городу работают, они практически все сертифицированы, поэтому качество производимого молока после доработки довольно-таки высокое. активно работает у нас программа и по возмещению стоимости строительства и реконструкции животноводческих помещений, в частности, это стоимость до 50%. Активно работает по этому направлению АПК «Инвест» здесь по Донецкой области, в частности, по строительству... по строительству свиноводческих комплексов. Инвестиции где-то в сумме порядка 110 миллионов гривен. Если сказать по частным лицам, те, которые на сегодняшний день у нас, будем говорить так, зарегистрировались и работают вместе с нами, то это где-то порядка только за этот год на 3 миллиона гривен получат дотации уже за содержание поголовья крупного рогатого скота. Вот. Где-то порядка 2,7 миллионов. Это 5,8 тысяч голов. Это те только, которые зарегистрировались и получили документы. Это где-то порядка 2,8 тысяч физических лиц. Вы сказали, что в Мариуполе вот это предприятие перерабатывающее открылось. А есть ли какие-то проекты еще? Будут ли еще открываться перерабатывающие предприятия и по каким направлениям? Да. Как я уже говорил, в прошлом году в Донецкую область вошло предприятие «Окрылайн фарминг». На сегодняшний день подписан меморандум между областной администрацией и данным предприятием о сотрудничестве в Марьинском районе началось строительство комбикормового завода по производству и хранению комбикорма. В основном это будет рассчитано на птицеводческие хозяйства, которые расположены сегодня на территории Донецкой области и Луганской области. Предприятие объемом на 100 тысяч тонн по новейшим канадским технологиям будет выпускать гранулированный комбикорм и доводить до кондиции зерновую группу пшеницы и подсолнечной, пшеницы и кукурозы. С отгрузкой в автотранспорт и на железнодорожный транспорт. Все-таки хочу я вернуться к этому вопросу по подсолнечнику. Скажите, пожалуйста, когда засеивают площадь подсолнечника на протяжении, допустим, нескольких лет подряд? Ведь эта культура, она же истощает землю. На сегодняшний день у нас из крупных предприятий они занимают львиную долю пахотных земель. Ежеводным пассивом подсолнечника практически никто не занимается. Да, есть отдельные предприятия, у которых процент пассива подсолнечника выше, чем рекомендованные институтами. Но довольно-таки серьезно эти предприятия занимаются инвестициями, то есть используют технологии, которые позволяют в севообороте чаще, чем, если будем говорить так, по рекомендованным срокам высева подсолнечника. Это не чаще пяти лет. Но есть у нас предприятия, которые засевают подсолнечник через три года по тем же самым площадям. Но они вкладывают довольно-таки хорошие инвестиции. Это и в обработку почвы, это и техника используется по интенсивной обработке, это и минеральные удобрения, это и средства защиты, поэтому достигают высоких урожаев. У нас есть, допустим, предприятия, которые в этом году, несмотря на то, что мы в целом по области получили урожайность 17,6 центнер, то есть предприятия, которые получили и по 26, и по 30 центнер за гектару по возделыванию, по интенсивным технологиям. Есть предприятия в Артемовском районе, которые получили довольно-таки высокие урожаи и рак 100 до 30-50 центнер за гектару. Поэтому каждый из сельхозпроизводителей на сегодняшний день выращивает культуру, которая может дать максимальную прибыль для того, чтобы в дальнейшем вложить в производство, чтобы и получить отдачу, и, соответственно, заплатить налоги. Это тоже немаловажная роль, тем более, что на сегодняшний день основная масса сельхозпредприятий землю получили в аренду от пайщиков. Поэтому надо же и заплатить за использование земли, тому же самому пайщику заплатить, и бюджет же заплатить. Поэтому пока в этом есть еще необходимость, выращивание таких технических культур, которые дают максимальную прибыль. В продолжении этой темы в вопросах наших читателей. Способны ли иностранные инвесторы работать на нашей земле без ущерба для нас? Если есть примеры, приведите, пожалуйста. Ну, конечно, способны. Я уже говорил, что землю любой инвестор получает в аренду на определенный срок. И в договоре указано, что арендатор, получая в землю, обязуется через определенный срок вернуть землю в таком же состоянии, но не в худшем состоянии, чем он его получил до этого. Для этого есть у нас и такие структурные подразделения, как фитосанитарная инспекция, сельхозинспекция, наконец, прокуратура, ну и областные и районные службы, те, которые в обязанности которых входят мониторить ситуацию и, соответственно, реагировать на те или иные негативные ситуации, которые возникают в том или ином районе. Я хочу сказать, что довольно-таки весомый вклад в это вносят и те же самые пайщики, которые видят о том, как используется эта земля и сигнализируют и нам, департамент агропромышленного развития, и другие структуры. И мы неоднократно выезжали и обследовали те участки, на которые указывали и пайщики, и фитосанитарная инспекция, и сельхозинспекция. Поэтому по всем этим негативным явлениям довольно-таки активно мы реагируем. Я думаю, что ситуация в этом вопросе нормальная. А были случаи, когда расторгали договор аренды за нарушение с иностранными инвесторами? Ну, по крайней мере, на сегодняшний день у нас с иностранными инвесторами договора не заключались. Есть предприятия, которые работают с иностранными банками. Это Райфайзенбанк, Оваль, предприятия. Есть наши предприятия, которые работают и с другими банками реконструкции и развития. В частности, Экопрод получил 4 миллиарда от банка реконструкции и развития 4 миллиарда евро для строительства в Алавасском районе биогазопредприятия по производству биогаза. 2 миллиона евро уже получено и 2,5 миллиона еще планируется получить в начале 2014 года. В результате чего хозяйство получит практически бесплатный газ и удобрение для органического удобрения, для внесения в почву. Поэтому масса есть предложений. Буквально вчера заседала Торуопромышленная палата, где планируется привлечение заграничных инвесторов в работе в Донецкой области пока что в плане переработки сельскохозяйственной продукции. Поэтому планируется довольно-таки серьезная работа в этом направлении. Вы очень подробно рассказали по этому году ситуацию. Чего нам ожидать от следующего? Есть какие-то прогнозы? Что уже сделано? Ну, прогнозы. Я как уже в начале нашей беседы говорил о том, что мы идем к завершению текущего года и по работам, и практически завершены, за исключением только работ в животноводстве. Мы завершили посев азимых культур. Посеяли в этом году 400 тысяч гектаров азимых культур. Это и азима пшеница, азимый ячмень, третикалий. Это неплохой задел, хотя это на 40 тысяч гектаров меньше, чем по сравнению с прошлым годом, что составляет 90% от запланированных площадей. Ситуация сложилась, сразу скажу, что не рисковали сельхозпроизводители СЕИ, потому что не было достаточной влаги в почве. И начал основной посев. Было посеяно где-то порядка 10% от этой площади. Это первые сроки посева. Это сентябрь месяц, конец августа, начало сентября. Потом, на нашей памяти еще свежо, это ливневые дожди, резкое похолодание. И только после стабилизации погоды активно начали посевную кампанию. Я хочу сказать, что буквально за 15 дней, 20, высеяли такую площадь. Это очень плодотворная работа и качественная. Мы буквально на прошлой неделе объехали северную зону области. Это Ясиноватский, Константиновский район. Посмотрели всходы. Они довольно-таки активные. И на сегодняшний день 50% озимых находятся в хорошем состоянии. Ну и где-то порядка 40% у нас где-то в удовлетворительном состоянии. И 40% это последние посевы. В основном это озимый ячмень. Они находятся в стадии сходов и шевельцев. Но это довольно-таки стойкая культура. По прогнозам еще в течение 10-15 дней будет активная фаза развития озимых культур. Поэтому я так думаю, что по многолетнему опыту хочу сказать, что ситуация в этом году гораздо лучше, чем это была ситуация на эту дату по сравнению с прошлым годом. То есть в следующий год смотрим с оптимизмом? С оптимизмом, да. Но то, что мы недосеяли в этом году эти порядка 40 тысяч гектаров по соглашению с сельхозпроизводителями, данная площадь будет засеяна зерновой группой, то есть яровыми культурами, кукурузой. Хочу отметить, Маринский район в этом направлении, они в этом году в двух хозяйствах это 45-я грация в Дачной и Элвика-гигант, предприятие Маринского района, посеяли небольшие площадя. В 45-м грациях это было где-то порядка 200 гектар, и по Элвика-гигант были посевы кукурузы где-то до 100 гектар на полеве. Частично использовали капельное орошение. Хочу сказать, что довольно-таки высокий урожай получили где-то порядка 100 сантиметров с гектаром. В нашей зоне это очень хороший результат. Поэтому я так думаю, что, как я уже говорил, что и по Рапсу неплохие показатели, по Артемовскому району, по Баринскому району, по кукурузе. Поэтому есть прогнозы, что мы увеличим посевы кукурузы на следующий год. Если в этом году у нас эти посевы составляли где-то порядка 100 тысяч гектар, то есть шанс, что мы посеем где-то порядка 140-150 гектар, тысяч гектар уже в 2014 году. Поэтому планируем. Задача по госадминистрации выдержать посевную площадь не менее 50% от общей пашни. Это зерновая группа. Ну и вал на следующий год, чтобы был не меньше 2 миллионов. Для нас 2 миллиона должно быть стать реальностью. Коллеги, у вас есть вопросы? Вопросы есть у вас? Да, есть. Пожалуйста, задавайте. Я не знаю, касается всего этой темы, вот, что-то информация, что пшено подорожало с 4 гривеном в среднем до 6. С чем это связано? И как будет ли с этим бороться? Если есть вообще такая проблема? Я вам могу сказать, то, что касается пшено 4,46 на сегодняшний день, 4,64 цена по Украине. Поэтому по сравнению с 2012 годом пшено 85% цена. То есть в прошлом году было дороже, чем в этом. И я могу... Какие интересуют цены, по каким этим самым я на него третий... Подорожение не наблюдается? Не наблюдается, да. И еще один вопрос. А в каких регионах у нас выращивают рубы? В целом, если можно... Вы имеете в виду здесь, у нас по Донецкой области? Ну, в основном, это у нас Сесиноватский, Константиновский район, северная часть, где, ну, будем так говорить, более чаще проходят дожди, потому что, как у меня, это более позднего посева, и они 3-2 года. Спасибо большое. Извините, а могли бы еще раз повторить, в каком постановении у нас и зимы? В хорошем состоянии. По крайней мере, лучше, чем в прошлом году и на порядок. По процентам, просто говорили мы немножечко... Хочу сказать, что 50% у нас находится в хорошем состоянии, где-то порядка 40% в удовлетворительном состоянии, и порядка 10% это последние посевы озимого ячменя, который находится в стадии шильца и в стадии схода. Но ему будет достаточно времени для того, чтобы на начало мороза уже иметь довольно-таки хорошее состояние. И у меня последний вопрос к вам, наверное, и мы будем завершать наш диалог. Скажите, пожалуйста, вот перед Новым годом будут ли проводиться в Донецкой области какие-то ярмарки и сельхозпроизводители? Если да, то где и когда они начнут проводиться? Практически мы планируем проведение таких ярмарок. В основном это будет по площадям, на площади Будерного, в районе Майского рынка, Октябрьского, Покровского. У нас на сайте эти графики все вывесены, поэтому если кто-то заинтересуется, вполне, как говорится, есть и номера телефонов департамента, можно поинтересоваться, если кто-то хочет поучаствовать либо в качестве покупателя, либо продавца. Поэтому мы постараемся оказать содействие в этом вопросе. У нас на сегодняшний день активно начали работать оптовые рынки, это на Ясиноватской трассе более активно работает в городе Мариуполе. Это рынок Азовский. Ну, я так понимаю, вы уже освещали эти события. Там открылся таможенный терминал. Он сегодня активно работает. Поэтому в этом вопросе есть проблемы. Не хочу сказать, что их, как правило, не бывает, но мы пытаемся как-то с этими проблемами справляться, потому что зачастую наши основные рынки, которые находятся на территории, наши городовые и районы, они тоже активно работают. И не всегда сельхозпредприятия хотят проезжать, поскольку есть продукция, которая, не будем говорить так, что она там лишняя, но реализуется в частности непосредственно с предприятий, которые находятся на территории наших районов. Поэтому в этом очень активно участвует глава администрации районов. Мы работаем напрямую с ними, поэтому мы определяем перечень продукции, которая будет вывозиться заранее, по каким районам, и в городах, это и в Мариуполе, и здесь, в Донецке, и активно довольно-таки по горлу у нас работают, по Харцизку. Мы тесно работаем и с замами главы администрации, которые курируют тему АПК. Поэтому если есть какая-то, кто-то хочет получить дополнительную информацию, именно, то пусть они обращаются, они поставятся на департамент, либо заходят на сайт департамента, там мы периодически развешиваем информацию, касающуюся той или иной вида торговли, либо даже цен, если в этом будет необходимо. Спасибо вам большое. Пожалуйста.